Everybody fucking shop! Танки-шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для вот. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют танки-шоп на ютубе. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Вы смотрите рубрику «Бешеные олени». Самую позитивную рубрику на ютубе про танки. Если вы захотели поиграть в танки, то для начала посмотрите данную рубрику и вам всё станет ясно. Итак, чудесный бой. ИС-7 берёт, подставляет своё орудие под орудие арты, ждёт выстрела артиллерии и тем самым уничтожает её совершенно без какого-либо штрафа. То есть, вроде как он никакого вреда не нанёс команде. Ну, конечно, нанёс, но по правилам игры он ничего плохого не сделал. Кстати, этот ИС-7, кроме того, что убил артиллерию таким вот хитрым подлым способом, так он ещё и взял во взвод двух брелков Су-18, а также МС-1. Естественно, союзники были против таких сокомандников и быстро устранили их. Ну, естественно, до сих пор у нас не убрали возможность брать брелков к себе во взвод. От этого, кстати, никакого, там скажем, полезного какого-то профита нету в команде. Мне от этого только один вред, я уже давным-давно говорил, что нужно убирать брелководство, просто запрещать игрокам брать танки хотя бы там на три уровня ниже своего танка. Но до сих пор, к сожалению, такую возможность не убрали. И штрафы, конечно, бешеных оленей не пугают. Наоборот, они, наверное, даже над этим прикалываются, угорают. То есть, какая разница им штрафы или нет, если единственное, чем они занимаются в игре, это сливают бои. И, как вы можете видеть, этот ИС-7 продолжил вести себя как настоящий урод. Ну, в принципе, он и является, так как единственное, чем он тут занимается в бою, это подставляет своих союзников и мешает всем играть, провоцирует свою команду на то, чтобы они начали стрельбу по нему. Ну, и этого он и добивается. Но в этом бою все закончилось просто сливом обычным, что вообще, конечно же, недопустимо. Идем к следующему моменту. И тут у нас снова артиллерия М40. М43 прямо чувствуется, как игроки обожают арту, как они желают, чтобы она попала к ним в команду. А некоторые настолько ее любят, что готовы в начале боя как можно ближе подъехать к артиллерии и, скажем так, немножечко ее приобнять. Ну, некоторые артоводы смотрят на мини-карту и таких вот добряков готовы быстренько уничтожить, вразуметь, чтобы они такой фигней не занимались и ехали нормально сражаться в бою. Ну, на самом деле, конечно, я шучу. И два неадеквата занимаются тем, что пристали тут к артиллерии. Но, опять же, не шутка, что действительно арту у нас в игре некоторые игроки ненавидят. При этом, ну, я понимаю, если статист ненавидит артиллерию, потому как, ну, арта его часто ваншотит, там у него статка падает. Ну, вот что делают вот эти вот олени? Чем им арта не нравится? Кстати, забавно, как этот толстенький ОИ пытается своим короткоствольным орудием достать до орудия арты, но у него просто это не получается. Он стоит, дупляет, думает, как же ему свое орудие подставить. Ну, такие вот бывают. Не самые интеллектуальные у нас игроки. К сожалению, ничего страшного, прорвемся. Игрок на СУ-100М1 начал стрелять по своим союзникам ПТ-САУ Е-25. Просто гениальное решение. Наверное, подумал, а какая разница, по кому стрелять? По зелененьким, по красненьким, все равно одно и то же. ХПшечки-то отлетают у обоих. Но, в общем-то, я, конечно, несерьезно говорю, а то кто-то может подумать, что я сейчас на полном серьезе. Это я, в общем-то, говорю, утверждаю. Просто такие вот бешеные олени находятся у нас в рандоме, которые накидываются на своих союзников. Наверное, из-за того, что не получается у них наносить урон врагам. Они сливаются, у них плохой процент побед, у них ничего не получается. Ну, и поэтому они решают взять и пострелять по своим союзникам. Из-за этого, типа, винят их наверняка. Знаете, забавно следить, как красненькие игроки дерутся из-за чего-то. Что-то они там не поделили, друг другу не понравились и начали стрелять по каким-то совершенно непонятным причинам. То есть, логику их понять, ну, совершенно невозможно. То есть, что им там в голову сбрело, никто никогда не узнает. Если, там, статисты, они в основном стреляют по своим союзникам из-за того, что их там подпёрли там где-то, может быть, сбили им прицел, то красненькие игроки, они просто начинают стрелять из-за того, что им что-то не понравилось. Там, может быть, танк не понравился, как он выглядит. Ну, видишь, едет какой-то фашистский танк. Почему бы по нему не пострелять? Он же не из СССР, как бы, ну, всё логично. Враг, значит, можно открывать стрельбу. Ну, вот СУ-100, видимо, так и подумал. Ну, он не красненький, а жёлтенький. Желток такой вот. Решил пострелять по немецкой машине смерти. Носхорн принял её, видимо, за противника. Ну, такой вот волк в овечьей шкуре. Немецкая мразь подъехала, стоит тут рядом. Ну, противно рядом с таким стоять. Поэтому СУ-100 дал плюху своему союзнику, а потом вообще его уничтожил. Ну, также вы можете прочитать ещё чат. Может быть, более ясно будет, что же тут произошло на самом деле. Я бы всё лишь предположил. Далее у нас артиллерия Т-92 выцеливает врагов. И случается непоправимое. Подъехал Буратос, бешеный олень. Подставил своё большое орудие под большое орудие. Т-92 ещё больше у неё. И произошёл вот такой вот несчастный случай. На самом деле нет. Но по правилам игры это несчастный случай. Так что не нужно, друзья, спорить. Несчастный случай. Всё как бы, всё ясно. Приехали, это из полиции Wargaming, сказали. Всё, всё, всё правильно. Ничего страшного. Столкновение. Чисто случайно вышло. А вот бешеный олень отморозок FV215B с ником Сергей1578. Стреляет по несчастному союзнику Т-44. Бедная 44-ка. Голубой олень на FV215B. Её разобрал. Какая же печальная история. На самом деле, конечно, нет. Я понимаю, что меня смотрят люди без чувства сарказма. Многие даже и не знают, что это такое. Так что я разъясню. Игрок на Т-44 взял и специально спровоцировал FV-шку. Закрывал ей путь. И той просто пришлось выстрелить по этой 44-ке. Чего, в общем-то, этот бешеный олень и добивался. Потом FV-шку забанили. Потому что у неё не оставалось больше других вариантов. Или уничтожать этого бешеного оленя. Или ездить по карте вместе с ним. И терпеть всё это хамство. Но он выбрал вот такой вот вариант. И за это его наказали. А вот Т-34 тоже подставила свои орудия. Уничтожила артиллерию. Я не понимаю, почему нельзя как-то пофиксить эту возможность. Ну, то есть убрать её, грубо говоря. А то что это за фигня такая? Подставляет артиллерии своё орудие. И происходит вот такая вот нелепая ситуация. Что как бы арта сама виновата. Что она сама самоуничтожилась. Хотя, конечно же, это не так. То есть этот бешеный олень её преднамеренно уничтожил. И это печально, друзья. К сожалению, ничего с этим не поделаешь. Пока что, если вы на арте играете. И вам попадутся такие бешеные олени. То я могу вам только посочувствовать. Хотя я арту не особо люблю. Но даже артовод такого не заслуживает. Просто какой-то неадекватный момент. Тапок и Е100 взяли. И своего союзника на ИС-7 припечатали к стенке. И отнимает у него прочность. С тем какая-то нелепая ситуация. То есть я посмотрел. И с тем ничего им не сделал. Ничего написал. Не писал такого отвратительного, плохого. Просто, видимо, решили они развлечься бешеные олени. И сотворили такую чушь. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.